Музыка и акшен. Все внутри превратилось в камень, и как будто на секунду ты перестаешь дышать. Вечером в пятницу 22 марта зрители пришли на выступление группы «Пикник». Вот мы в кругу все. Пришли, на концерты попали просто в ад. Прийти на концерт и погибнуть на концерте – это чудовищный сценарий. Просто так расстреливать человека, убивать, лишать его жизни. В списке погибших больше 140 человек. Число пострадавших превысило 380 человек. 95 числятся пропавшими без вести. У близкой подруги муж выбежал, думал, что жена вместе с ним выбегает, а жена осталась там, и на следующий день ее нашли мертвой. Это жизнь, которая вот на такой щелчок прекратилась, и все. Легендарный концертный зал был местом радости и тепла. Крокус цвел, словно весенний цветок, и помогал цвести другим. Огромное количество позитива, приятных моментов до вот этой всей трагической истории. Теперь здесь груда искореженного металла. Это место национальной трагедии. Этому нет ни прощения, ни оправдания вообще. Как людям удавалось выбраться из ада? Ползите вперед! Ползи! Он говорит, я боюсь, мне страшно. Он плакал сильно. Я говорю, тихо, не кричи, ползи. Он полз, я за ним. Как ребята-старшеклассники стали героями? Туда, 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 все уходите, в ту сторону. Я думал, на самом деле, типа, вот если пуля в тебя прилетит, насколько это больно. Чем звезды смогли помочь пострадавшим в трагедии? Сашка вчера пошла, 4 часа отстояла в очереди, грустного. Полученные средства от сегодняшнего концерта пойдут на помощь всем пострадавшим. Что дальше будет с Крокусом? Зала нет. Вообще. И что будет с нами? Важно то, чтобы мы сейчас сплотились и подумали, как жить дальше. КОНЕЦ Эту песню группа «Пикник» должна была исполнить в сопровождении симфонического оркестра в Крокус Сити Холле 22 марта. Аппаратура уже была настроена. Саундчек закончен. Все билеты более 6 тысяч были проданы. Зал заполняли зрителей. До начала концерта оставалось 10 минут. Ольга Комарова нервничала. Она опаздывала, потому что в очереди на досмотр на входе в здание она встала в ту, которая двигалась медленнее всего. Думаю, блин, ну вот рядом очередь. Она прошла уже очень быстро. То есть если бы я встала туда, то я бы уже вот сдала вещи в гардероб и была бы в зале. Потом, как оказалось, что вот эта вот как раз задержка, вот эти вот минуты, которые я там потратила в этой очереди, они спасли мне жизнь. Несколько минут спасли и Сергея Бурунова. Он собирался на концерт вместе с Сергеем Светлаковым. Светлаков уже сидел в зале, а Бурунов специально приехал в Крокус позже, чтобы избежать столпотворения в Холле. Рассказывает, уже на МКАДе заметил, что происходит что-то страшное. Бегут какие-то люди через МКАД, через отбойник. Я звоню Сергею, Сережа говорит, что я слышу там выстрелы. Он говорит, все, нас эвакуируют, стой там, стой где стоишь и лучше вообще развернись. В Крокусе в это время находилась помощница актера. Я позвонил ей, она говорит, сейчас упал человек рядом со мной, здесь стреляют. Он говорит, я не знаю что делать, помогите, заберите меня. Я говорю, беги, я говорю, в сторону МКАДа. Удалось мне забрать нашу помощницу. В общем, она была в белой кепке и с белым лицом. А вот семья Сытниковых, наоборот, приехала пораньше. В момент, когда все началось, они уже сидели на своих местах. Пара записала это видео, отправила дочери и больше на связь не выходила. Трагедия началась в 19.58, за две минуты до концерта. К Крокусу подъехала машина, белый Рено. Группу вооруженных боевиков поначалу приняли за игроков в страйкбол. Страйкбольщики. Страйкбольщики. Даже когда раздались первые выстрелы, не все зрители поняли, что происходит страшное и непоправимое. Ну, какой-то хлопок. Думал вообще я сначала, что банник какой-то упал или еще что-то. Сначала было совершенно непонятно, какие-то глухие звуки, похожие на выстрелы. Может быть, спецэффекты. Мы сидели, услышали вибрацию по залу. Прям вот как будто куча метро едет. Посмотрели вниз, мы на балконе были. Люди прям пошли направо, получается, к сцене. Ну и заглядываем, а слева уже слышим такой, как фейерверк. Боевики ворвались в фойе концертного зала и стали методично расстреливать всех, кто попадался им на пути. Люди в зале начали понимать – страшные звуки – это не спецэффекты. Это теракт. Берег, бери, бери, бери закрывайте! Светлана была в зале со своей семьей. В суматохе потеряла мужа и старшего ребенка. Младший ребенок остался со мной. Мы пытались с ним тоже выбраться, но не получалось. У него перепрыгают через сиденье, у него застряла нога. Надо было лечь, лечь между сиденьями. Лег, я его накрыла. Ну, пыталась как-то посмотреть, что происходит. Ну, выбрали ползти. Я говорю – ползи. Он говорит – я боюсь, мне страшно. Он плакал сильно. Я говорю – тихо, не кричи, ползи. Он полз, я за ним. Ну, вот так и выбрались с ползком. Татьяна с мужем сидела на балконе. Говорит, люди вокруг не паниковали и спокойно выходили из зала. Мы все шли и говорили – ребята, спокойно не падать. Мы выйдем – спокойно не падать. Оказались в тупике, мигнул свет, выключился. Так подумали, что сейчас будет большая давка. И вдруг какой-то мужчина рявкнул – стоять! Спасибо этому мужчине. В общем, он спас многих. И как-то все сзади притормозили, шедшие сзади. И кто-то крикнул – направо, вниз. Террористы подожгли занавес и кресла. Подожгли зал. Зал горит. Подожгли нас. На нас подожгли. Все помещения начал заполнять едкий дым. На самом деле, внутри ничего не лежит. Я даже не могла спуститься, хотя там был всего один пролет. Люди пытались забаррикадироваться в туалетах. Мы в туалете прячемся. Помогите, позовите всех, кого можно. Но преступники стреляли через двери. Затем выламывали их и добивали раненых. Одну из пострадавших пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись. Я упала на пол. Сделала я что-то. Кто это? А девушку, прежде всего, не уверена. Другие раненые старались убежать. Одному из них пыталась помочь Ольга. И он держался за грудь и все время говорил, там людей расстреливают в упор. У меня там отец. И понимаю, что у него ранение, что он держится за грудь не потому, что ему так... Душевно, а потому что у него полевое ранение. Чтобы спастись, посетители выбегали через разбитые окна. А потом бежали без верхней одежды, куда глаза глядят, лишь бы подальше от страшного места трагедии. Боже, все бегут, Рита, все бегут. Теракт. Вот люди бегут по мосту. Очень много народу бежит. Очень много. В это время белое Рено с террористами покинул парковку здания. А еще через 10 минут легендарный концертный зал вспыхнул, как факел. Каким мы будем вспоминать погибший Крокус? Один из лучших залов в Европе. И кто из звезд мог погибнуть во время теракта? На этом месте мог быть каждый. Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Эту песню шаман написал через день после теракта. Еще две недели назад он сам выступал в Крокусе. В СМИ пишут, что трагедия могла произойти на его концерте. За несколько дней до выступления шамана один из террористов попал в объектив фотографа в Крокусе. Скорее всего, он приходил, чтобы изучить планировку здания. Но по каким-то причинам атаку перенесли. Мы за четыре дня до трагедии выступали. Также были на юбиле Татьяна Буланова. То есть я даже не мог бы положить, что там что-то может произойти. В этом Крокус-сити холл буквально недавно выступал у меня юбилейный концерт. Эта трагедия могла произойти на концерте любого артиста. На этом месте мог быть каждый. И зрители, и артисты. В Крокусе проходило большинство значимых событий столицы. Это самый комфортный зал, который когда-либо я видел в своей жизни на протяжении всей карьеры. Это один из лучших залов в Европе. Это один из лучших и технически оборудованных, и по удобству, и по звуку. Наш любимый Крокус. Зал намоленный. С ней связано огромное количество воспоминаний, огромное количество позитива, приятных моментов до вот этой всей трагической истории. Выступить на этой площадке считалось очень престижным и почетным для звезды любого уровня. Крокус собрать одна из таких, из мечта каждого артиста, знаете. А ведь когда концертный комплекс только открывали, мало кто верил, что он будет пользоваться популярностью. Слишком неудобная была логистика. Зал расположен на МКАДе. Станции метро на тот момент рядом не было. Был запроектирован зал, отец в него очень верил. Это вызывало улыбку, как есть Кремль, ну какой там Крокус. Ну как и мог, собственно говоря. На тысячу мест больше, чем в Кремле, это невозможно. Тем более залы есть в центре, ближе, доступ в метро. Потихонечку построился метро, появилась большая стоянка, и люди привыкли. Площадку открыли в октябре 2009-го. Зал построил отец Эмина Агаларова, бизнесмен Арас Агаларов. Это съемка 15-летней давности с открытия Крокуса. В лучшем городе Земли открылся концертный зал в честь Муслима Магомаева. Называется Крокус Сити Холл. Крокус Сити Холл был необычным залом. Он вмещал от трех до семи с половиной тысяч зрителей. Конфигурация площадки легко менялась. Можно было выстроить или убрать фан-зону, добавить вип-портер со столами. А классный обзор и звук был как из вип-лож, так и из балкона. Пока жив буду петь здесь. Площадку оценили зарубежные звезды. Недаром Крокус выбрала для своего выступления Джей Ло, а Элтон Джон играл там на рояле. Для российских артистов Крокус и вовсе стал родным домом. На сегодняшний день просто лучший концертный зал. Площадка сопоставима только с Кремлевским залом концертным. Больше не с одним в нашей стране. Именно в Крокусе из года в год давал сольные концерты Дима Билан. Сергей Лазарев не отставал и брал масштабом. Только взгляните на эти гигантские декорации. Когда у тебя продан зал 7000 человек, и ты обязан выйти и подарить им на 100% себя, свое шоу и свой голос. Когда-то Крокус стал первой большой ареной для Тимати. 85% зала было продано, если учитывать, что вместимость Крокус Сити больше 6000. Я считаю, что это очень неплохой результат для хип-хоп-артиста, для его первого такого крупного концерта. А Валерия давала на этой сцене невероятные сольные концерты. Ты больше не смогу, не сумею, в твоих глазах я удаю. Теперь Крокус выглядит вот так – груды мусора и обгоревшие обломки. Звезды после трагедии снова стоят рядом с местом, где дарили людям радость и хорошее настроение. Валерия и Иосиф Пригожин, Тимати, Сергей Лазарев. Знаете, что, несмотря на дождь, ливень просто идет. Люди стоят в очереди с зонтами, без зонтов, с цветами, с игрушками. Это, конечно, ох! Возложить цветы к импровизированному мемориалу пришли Настя Ивлеева, Егор Крид, Новои, Дима Билан, Люся Чеботина и Ида Галич. Очень много тех, кто скорбит. И я понимаю, почему все сюда тянутся, потому что хочется почувствовать какое-то, знаете, единство, что ты не один. Вместе с тысячами москвичей они пришли выразить свою скорбь. И вовсе не по концертному залу, который был для них вторым домом. Площадка – это стены, они не живые, да, а прежде всего все переживают за живых людей, которые погибли в этом теракте. Это все отстроится, отреставрируется, да, но это понадобится время. Но самое важное, конечно, что очень многих людей не стало в живых. Чем знаменитости готовы помочь своим зрителям, которые пострадали во время теракта? Все, что сможете, помогите, переведите, поддержите, окажите моральную помощь и поддержку. И как обычные люди проявили героизм и стали настоящими звездами. Я думал, на самом деле, типа, вот если пуля в тебя прилетит, насколько это больно или что-то такое. Подростки, практически дети. Благодаря этим ребятам жертв в Крокусе было меньше, чем могло быть. Когда в фойе раздавались автоматные очереди, контролеры и гардеробщики не растерялись и действовали по инструкции. Просто слово «стрельба», мы сразу поняли, что делать. Гардероб был достаточно большой, длинный, и там сориентироваться не так просто, потому что народу было куча. И я и куча других работников начали кричать о том, чтобы люди скорее шли в нашу сторону, потому что мы знаем, где находится служебный выход. Конечно, им было страшно, но они смогли взять себя в руки. Я думал, на самом деле, типа, вот если пуля в тебя прилетит, насколько это больно или что-то такое. Вот. Но потом эти мысли отбросил, просто начал переживать за людей, которые там остались в зале. Кто-то людей направлял, кто-то просто бежал вперед и кричал людям, чтобы они скорее бежали. И каждый работник «Рокуса» пытался помочь, как он может, потому что у каждого была информация, как нужно было поступить. Мама Артема Донского, который вывел вместе с другими ребятами около ста человек с горящего концертного зала, рассказывает, у нее было предчувствие, что в «Крокусе» что-то может произойти. Он мне позвонил и сказал, мама, тут стреляют. И первая мысль у меня была, что я не могу быть рядом с своим ребенком. Когда все прибежали в сторону к служебному помещению, там еще и рядом туалет, все оказались в тупике. Мы с ребятами это увидели и решили все взять свои руки. То есть все называют его героем, но мне кажется, что он сделал просто обычное дело, которое может сделать любой человек. Я просто очень рада, что он жив и здоров. Победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт был на концерте вместе с мамой и чудом ее спас. В двери, через которую двигался поток людей, была открыта только одна створка. Получилось так, что ее прижали к этой двери и потоком не давали зайти внутрь. Короче, я расстановил, он просто взял, маму вытянул и так далее. Выбравшись из зала, люди продолжали помогать друг другу. Кто мог, подвозил домой переживших трагедию. Девочка там, это билетерша, студенточка, там с нами мою машину посадили, отвезли. И она еще пыталась вернуться, что я, наверное, должна туда вернуться. И вот дочка ее схватила и пойдем с нами в машину. Вот так вот. Крокусу сразу после того, как стало известно о беде, начали съезжаться волонтеры. Игорь рассказывает, узнал о теракте, когда возвращался домой с работы. Зашел в магазин, там девушка смотрела новости, показали, что творится. Я прям даже не стал ничего покупать, сел сразу, поехал сюда. Волонтер Анастасия принесла теплые вещи. Отдала их девушке Алине, которая находилась в шоковом состоянии. Девушка, она стала жива, мужа ее, вероятно, убила. Они были на концерте, это был подарок мужу на день рождения. Вот, и они стали стрелять, и в него попало. Они все легли, потом она побежала и скрылась за сценой. Героев много, и не всех их мы знаем в лицо. Они спасли чьи-то жизни и стали настоящими звездами. Слышу, как отважно себя вели мужчины, как отважно вели себя девчонки, как не впадали в панику, а пытались помочь друг другу. Несколько суток без сна и отдыха работали спасатели и медики. Помогали раненым и разбирали завалы. На АЗС возле Крокуса всю ночь бесплатно заправляли спецтехнику и кормили уставших людей. Очень было много медиков, и вот утром уже были пожарники. Знаете, вот, это, наверное, такие мальчишки, знаете, молоденькие. Такие все мокрые. Чтобы помочь пострадавшим в больницах уже на следующий день после трагедии, москвичи встали в очереди к пунктам сдачи крови. Среди них дочь певицы Славы Александра. Сашка вчера пошла, 4 часа стояла в очереди, кровь сдавалась. Зачем столько много небезразличных людей. Начинается очень прямо с улицы. Есть тоже много других центров, где очереди намного в разы меньше, и где также вы можете сдать кровь. Певец Шаман пообещал поддержать всех пострадавших материально. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего. Финансовую помощь оказали и многие другие звезды шоу-бизнеса. Егор Крид, Инстасамка, Дима Масленников и Новои перечислили по миллиону рублей пострадавшим и их семьям. Я вас всех призываю. Пожалуйста, будьте солидарны. Все, что сможете, помогите, переведите, поддержите, окажите моральную помощь и поддержку. Президент Крокус-групп Арас Агаларов и его сын Эмин в помощь пострадавшим в теракте направили 100 миллионов рублей. Всего за три дня собрали больше одного миллиарда. Что будет дальше с теперь уже печально известным Крокусом? Это один из лучших залов. И я желаю как можно скорее все это вернуть, все это восстановить. И что будет с нами? Важно то, чтобы мы сейчас сплотились и подумали, как жить дальше. Как можно отнять жизнь? Композицию «Жить» написал Игорь Матвиенко после авиакатастрофы А-321 над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека. Сейчас она снова помогает пережить беду и звучит над сгоревшим Крокусом. На стихийном мемориале у сгоревшего концертного зала люди не могут сдержать эмоции. У этой женщины в больницу попал внук. Совсем скоро у него день рождения. В апреле 17 должно было быть. Будет. 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 Ему обязательно будет 17, уверяют ее незнакомые люди вокруг. Москвичи и жители других городов России приехали в дождь к стенам Крокуса, чтобы показать всем, кто сейчас переживает горе, они не одни. Эта беда общая. Произошла страшнейшая трагедия. И уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило. Эту трагедию переживают вместе с Россией и во многих других странах. Люди по всему миру несут цветы к российским посольствам. А самое высокое здание на земле, Бурдж-Халифа, окрасилось в цвета российского флага. А на фасаде здания Крокуса в память о жертвах появилась проекция в виде белых летящих журавлей. Прямо как в песне Муслима Магомаева, в честь которого и был воздвигнут этот теперь уже печально известный зал. Мы замолкали, глядя в небеса. Что будет дальше с Крокусом? Расцветет ли этот прекрасный музыкальный цветок вновь? Большой вопрос. Это один из лучших залов. И я желаю как можно скорее все это вернуть, все это восстановить. И мы будем стараться, ну в чем мы сможем помогать обязательно. Владельцы Крокуса, сын и отец Галарова заявили, они готовы восстановить площадку. Но решение будут принимать опираясь на мнение всех жителей страны. Важно то, чтобы мы сейчас сплотились и подумали как жить дальше. Это большой-большой шок и очень большая трагедия. Они хотят, чтобы мы все боялись, но так не должно быть. Я считаю, что это наоборот усилило нас только и объединило в сто раз больше. Не бояться террора и продолжать жить. Группа «Пикник», перед выступлением которой начался теракт, нашла в себе силы не отменять концерт в Санкт-Петербурге. Коллектив потерял все оборудование, все инструменты и самое страшное, во время трагедии погибла помощница директора коллектива Екатерина Кушнер. Но концерт все же решили провести, посвятили его жертвам теракта. А все собранные средства перечислили в фонд помощи пострадавшим. В зале был полный аншлаг. Приехали даже зрители, которые в день теракта были в Крокусе и смогли спастись. Концерт начали с минуты молчания в память о тех, кто погиб. По всем жертвам теракта в Москве мы объявляем минуту молчания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...